Господи, мы в предвкушении Твоего Слова, Твое Слово всегда, Господи, Духом Святым, дает нам жизнь, ободрение, утверждение в Твоей неизменной воле и характере. Спасибо, Господи Иисус. Нам нравится говорить слово Иисус. Иисус, спасибо Тебе, Иисус. Нет другого имени под небом, через которое мог бы человек спастись. Благодарим Тебя за то, что Ты также являешься нашим Избавителем. Спасибо Тебе, Господь. Послужи нам сейчас. И мы также просим Тебя, услышь молитвы наши, Господь, когда сегодня будем взывать к Тебе об исцелении и обо всем, о чем не будем просить Тебя. Слава Тебе. Благослови. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, мы движемся к Пасхе с вами. И давайте мы откроем книгу Исхода. Книгу Исхода, 12 глава. Книга Исход, 12 глава. Перед этим я хотел бы сказать об особенном имени Божьем, которым он представлен в Писании. Как минимум семь раз в Писании говорится, вернее человек говорит, Господь Избавитель мой. Кто? Кто встречал это в Писании? Да? Господь Избавитель мой. Господь. Давайте вместе скажем, Господь Избавитель мой. Он избавляет. Это особенное действие Божье – избавление от чего-то. Особенно от того, от чего мы сами не можем избавиться. Например, избавиться от самих себя. Я имею в виду от того, что живет внутри нас. И мы говорим, Господи, Ты – Избавитель наш. Ты избавляешь нас от врагов наших. Ты избавляешь нас от ненавидящих нас. Избавляешь от беззакония и так далее и тому подобное. И Давид говорит в Псалме 17, в 3 стихе «Господь Избавитель мой». В 18 Псалме, в 15 стихе «Господь Избавитель мой» – это нечто особенное. Вы со мной? Это нечто особенное. Бог избавляет нас от скорби. Бог избавляет нас от греха. Бог избавитель. Спасибо, Господь. Избавляет? Избавляет. Будет избавлять? Будет избавлять. Бог избавляет нас от болезней. Он – целитель. И мы сегодня будем молиться за больных, и не только за больных, за все те недуги, которые есть в нашей жизни. И Господь – Избавитель. Аминь. В книге Исхода, в 12 главе, мы видим с вами, Господь дает устав или постановление о Пасхе. Итак, 12 глава – это вот-вот Израиль выйдет из Египта. Еще не произошло последней казни, когда, значит, ангел-губитель пройдет по Египту, и умрут все первенцы. От человека до скота. И вот он дает устав Пасхе. Мы с вами должны понимать, что Ветхий Завет – это в основном картины, которые нам объясняет сущность дела. Итак, Господь говорит в 12 главе, что в первый месяц, 14-й день, 14 стих – это будет вам день этот памятен, и празднуйте в он и праздник Господу во все роды ваши или роды, как установление вечное празднуйте его. Это праздник Пасхи. И также он по-другому называется праздник опресноков. Кто слышал? Это библейское, да, праздник опресноков. Что такое опресноке? Это пресный хлеб. Это хлеб без закваски. Это тесто, куда не положили закваску. Оно не поднимается, оно не набухает, оно не растет. Это опреснок. И дальше он говорит, 15-й стих – в семь дней ешьте пресный хлеб, с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших. Ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого, а праздник этот – семь дней, душа та истреблена будет из среды Израиля. Я сегодня читал этот стих и говорю, Господи, жестко ты здесь говоришь. Если кто будет есть в эти семь дней хлеб с закваской, то что произойдет? Истреблена будет душа та из народа Израилева. Жестко ты говоришь. Круто. Почему ты так говоришь? И Господь мог бы сказать, что если я что-то говорю серьезно, значит, это имеет важную часть. Будьте внимательны. Это не просто так. Дальше. 19-й стих – семь дней не должно быть закваски в домах ваших. Ибо кто будет есть квасное, душа та истреблена будет из общества сынов Израилевых. И 20-й стих – ничего квасного не ешьте. Именно в эти дни, в эти семь дней пасхального праздника или праздника пресноков ешьте пресный хлеб. Аминь. Ешьте пресный хлеб. Мы сегодня будем говорить о закваске. И это целое учение в Писании. Это, во-первых, оно очень важное, во-вторых, оно очень интересное. Все понимают, мне нужно объяснять, что такое закваска, тесто. Ну, давайте я скажу, месяца, тесто, мука с водой или с елеем. И я помню, бабуля моя, каждую вторую неделю она делала пироги. Она, я помню, как она месила тесто. И ведро такое, обыкновенное ведро, и клала это тесто туда на дно. И она такой, ну, небольшой была толщины. И добавляла туда закваски, ставила ее в тепленькое место. Это важно. Тепленькое. Укрывала. Там у нас печка была, то есть печка стену грела, она к стене ставила. И, о чудо, через буквально 2-3 часа это тесто, что? Оно уже крышку поднимает, которая накрывала ведро. Крышку поднимает. Откуда из такого взялось вот такое? Итак, это действие закваски. Она бывает разная, но ее цель такая, для чего ее кладут? Для того, чтобы происходила ферментация и тесто поднималось. И потом из этого теста, которое пышное такое, которое, если вы его разрежете, то там такие пористые, да, и где воздух, я подробно рассказываю. Итак, чтобы тесто, оно было пышное, мягкое, оно поднимается. Кто-то засыпает уже или у кого-то аппетит просыпается. Итак, из него делают пироги. И это тесто с закваской, то есть кислое тесто. А здесь Господь говорит, что с начала этого праздника, с первого дня, все такое тесто вы выгребаете из своих сусеков, и у вас не должно быть в домах вот этой закваски. Почему, Господи? Почему? Вы знаете, Господь в Евангелиях говорит, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Они говорят, это мы хлебов не взяли. Иисус говорит, берегитесь учения фарисейского и саддукейского. Закваска – это нечто такое, что кладется и начинается процесс брожения. И этот процесс брожения в Библии имеет отрицательный характер. То есть брожение – это нечто такое, что связано со злом и с грехом или с лжеучением. Это нечто такое, что начинается с малого. Женщины, сколько нужно класть? Вилета, сколько нужно класть закваски? Не знаю. Кто знает? Мало, да? Совсем. Ну, я не знаю, пол ложки там или, не знаю, на ведро. Это нечто малое, что кладется в тесто, и там начинает ферментация. И там и тесто начинает подниматься. Дьявол, давайте так скажем, дьявол вошел в Едемский сад со своей закваской. Аминь. Дьявол вошел в Едемский сад со своей закваской. И он положил ее, образно говоря. Он положил ее. И она стала действовать. И в конце, в конце периода, перед потопом, мы с вами видим, что вскисло, что все. Это закваска греха, это закваска лукавства. Он принес ее в Едемский сад. Его цель была такая, чтобы что? Чтобы внести в жизнь человека, в жизнь человека нечто, от чего он бы умирал. И был рабом этого. И это действовало внутри него. И никак не избавишься. И что произошло перед потопом? Вскисло все. И Господь говорит, что... И увидел Господь, что все помышления в сердце человека во всякое время было что? Было зло. Это вскисло все. Из-за маленькой, из-за маленькой лжи. Из-за маленькой неправды. Из-за маленького беззакония вскисло все. И Господь посылает потоп на землю. Вы знаете, я размышляю. Закваска разная бывает. Размышляя о Содоме и Гаморе. Знаете, такие города были, да? Размышляя о Содоме и Гаморе, я думаю, что они не с самого своего основания были такими, как они описываются в книге Бытие. Это закваска гомосексуализма или Содомия. Это, я думаю, что основаны-то были эти города, я имею в виду, основаны, может быть, и на хорошем основании, но что? Но кто-то принес туда эту закваску, но кто-то принес туда эту закваску. И это стало распространяться. И потом произошло так, что все эти два города и окрестность вскисло что? Все. И сошел го, а сошел огонь с неба от Бога. Мы с вами смотрим на историю и видим, что образовывались государства, аминь, образовывались государства, и они продолжали существовать, или империи. Но потом что получалось? Но потом происходило падение. И падение это было такое, какие-то империи совсем исчезали, какие-то государства совсем исчезали, а какие-то государства были разрушены или отведены в плен. Например, в отношении Моава Господь говорит, книга Иеремии, 48 глава, Он говорит, что ты, Моав, нет, не Моав, да, Моав, ты сидел на дрожжах, и никто не переливал тебя, и в плен ты не ходил, и поэтому в тебе появился вот этот вкус, и поэтому запах появился, закваска в тебе стала, доколе не вскисло все, и Моав ушел в плен, и вообще больше не существовало такого государства. Есть закваска ненависти, закваска, которую может принести кто-то в определенный народ, и сначала это будут несколько человек, а потом что? А потом может вскиснуть все, и весь народ ненавидит другой народ. Разве это не так? Начинается с малого, приходит ненавистник, и начинает что? И начинает класть закваску в общество, и эта закваска распространяется. Приходит тот, который сеет раздор между братьями, и он сеет закваску, и тут между братьями появляется раздор. Почему? Сначала немного, потом много, потом все, нет уже братства, нет уже дружбы. Есть закваска фамильярности, она в основном разрушает взаимоотношения, она сначала немного ее, но потом она поражает все области взаимоотношения. Аминь. Я хочу, чтобы мы поняли с вами, что это есть. И тому примеров очень много. Аминь. Может быть, кто-то испытал на себе, чтобы кто-то, что кто-то пришел, или пришел враг, или это была стрела, или кто-то пришел и положил в мои размышления закваску, и ушел. И я стал кваситься. Аминь. Сначала это немного, потом это больше, потом это... потом ненависть возрастает, потом зависть возрастает. И я понимаю, что... что мне делать с этим? Мне нужен кто? Первое слово. Избавитель. Избавитель. Господь Иисус говорит в Евангелии от Матфея, в 13 главе Он говорит, Царство Небесное... Слушайте внимательно. Царство Небесное подобно женщине, которая что сделала? Которая положила закваску в три меры муки, доколе не вскисло все. Я подчеркиваю. Это Царство Небесное. Вы что, не понимаете? Это Царство. Господь говорит, Царство Небесное. Господи, Ты говоришь о том Царстве, которое грядет на землю? Да, да, об этом Царстве я и говорю. И все эти семь притч 13 главы книги Евангелия от Матфея, они говорят о грядущем Царстве. Где что будет? Христос править на престоле над всеми народами. Демоны будут? Демоны их не будет, сатаны не будут, они будут скованы в бездне на тысячу лет. Воевать будут? Не будут. Обеспечение будет? Будет. Великолепная среда будет? Исцеленная земля будет? Не новая земля, а исцеленная земля будет? Будет. Такого, такого, такого мечтать только. О таком только мечтать нам приходится. Аминь. Аминь. Чтобы Христос сидел на престоле, правил над всеми царствами. Кстати, никогда здесь не будет ни одного президента, ни одного царя, который бы праведно судил, который бы праведно правил, никогда не будет. Он единственный, Иисус Христос. Аминь. Не ищите и не найдете. Аминь. У каждого есть закваска. И, может быть, человек, приходя ко власти, приходит с хорошими намерениями. Вы согласны? Может такое быть, да? С хорошими намерениями, но все равно, если у него нет избавителя, если у него нет другой природы, которая пресная, в которой нет закваски, то тогда у него нет шансов, и мы с вами видим, смотрим на историю, так и происходит. А мы-то ругаем начальствующих, правильно, да? Нет, мы не ругаем. Мы молимся. Аминь. Мы молимся. Но дело-то в том, что внутри есть закваска, и она будет развиваться, если нет избавителя, если нет другой природы, если нет молитвы. Аминь. И Господь Иисус говорит, вот такое Царство Небесное, что женщина положила в три меру муки, закваску, и вскисла все. И мы говорим, а поясни нам, Господи. И Господь говорит, что будут те люди, верующие в Иисуса Христа, которые пройдут всю великую скорбь, будут такие. И войдут, как в своих телах, в Царство Небесное, где Христос будет править, и вот эта малая закваска, она заквасит все тесто. Чем заканчивается Тысячелетнее Царство? Восстанием. Восстанием против Иисуса Христа и против святого города Иерусалима. Невероятное количество людей, полчища людей выдвинутся в направлении Иерусалима, чтобы разрушить и против Христа. С чего все началось? Люди-то верующие были, вошли в Тысячелетнее Царство, правильно, да? Но что в них было? Закваска, да, ветхая греховная природа. Вот такая истина, которую открывает нам Господь. Нет шансов. Империи поднимались и падали. Смотришь на человека, начинает хорошо, что? Продолжает хорошо, и потом что-то меняется, что-то действует. А как насчет церкви в Галатах? Мы проходим послание к Галатам. Помните, что там произошло? Пришли иудеи, заквасочку закона насыпали и ушли. И несмотря на послание к Галатам, церкви в Галатии не смогли подняться, не смогли избавиться от этой закваски. Все равно вскисло все. Аминь. А послание хорошее было? Хорошее было послание к Галатам? Великолепное было. Нужно просто было поднять руки к избавителю и сказать, Господи, избавь нас от этой закваски. Возврати нас в учение благодати. Возврати нас в жизнь Духа Святого. Аминь. Но вскисло заквасилось. Слушайте дальше. Приходит Господь Иисус Христос. Давайте поаплодируем. Аллилуйя. Хорошая часть начинается. Замечательная. Христос пришел. И в нем что? Нет греха. Нет закваски. Он приходит пресный. Он приходит пресный хлеб, в котором внутри ничего не происходит, в котором нет греха. И он постоянен. Он вчера и сегодня, и что? И вовеки тот же. В нем не происходит изменения. Он не расширяется, не сужается. Он абсолютно пресный хлеб. И Господь Иисус говорит, это мой сын возлюбленный, в котором мое благоволение. Его, слушайте, Он начал хорошо. Будет продолжать хорошо. Закончит хорошо. И Он единственный царь, который будет править без закваски. Аминь. И Он приходит, и мы любуемся Иисусом Христом. Читайте Евангелие, братья и сестры. Любуйтесь Иисусом Христом. Он такой классный. Дьявол захотел принести закваску Ему в пустыню, когда, во время искушения. Помните, да? Что это было? Это Он хотел поместить такую же закваску, как и Он в Адама поместил, и в Еву с самого начала. И прошло? Нет, не прошло. Отойди от Меня, сатана. Весоседствуй с закваской. Отойди. Господу Богу Твоему поклоняйся Ему одному и служи. Аминь. Не хлебом одним будешь жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Аминь. Не искушай Господа Бога Твоего. Мы смотрим на Иисуса, любуемся им. Спасибо, Господи. И отец говорит, вот такой должен быть человек. Вот такого Адама я сотворил. Вы верите в это? Я верю. Вот такого Адама я сотворил. Смотрите на Сына Моего. В Нем нет перемены, ни тени, ни изменений. Он тот, который постоянен, константа. Если Он сказал, Он любит, что Он что? Он любит. Если Он сказал, я даю тебе благодать, что? Он дает благодать. Кстати, в небольшую ставку. Как вы думаете, можно ли отплатить за благодать? Невозможно. Кто согласен, что невозможно? Невозможно. И не нужно даже пытаться. Аминь. Не нужно даже... За благодать невозможно отплатить. Первое. Ее нужно только принять. А второе. Ее только... За нее что? Можно благодарить. А третье. Ее можно... Передать. Запомнили, да? Раз, два, три. Это первое. Ее просто нужно принять. Благодать от Бога. Второе. Ее... Поэтому всегда за все благодарите. Это заповедь уже Нового Завета. За все благодарите. Потому что такая воля о вас во Христе Иисусе. Я так... Ага, Господи, погоди. Если я за все благодарю, тогда благодати Твоей много в моей жизни. Если я благодарный человек. Аминь. И я говорю, мне нравится. Я буду благодарить. А дьявол придет и скажет. Нет, нет. Чего это ты вот все принимаешь, принимаешь? Ты что-то вот должен сделать. Вот что-то должен как-то... Я что говорю, как Иисус из пустыни во время искушения? Что? Отойди от меня, сатана. Я благодарю Тебя, Господи, за этот день. Благодарю Тебя за церковь. За то, что я живой. За то, что я дышу. За то, что тишина в моем доме иногда бывает. За то, что у меня есть место, где я живу. За то, что у меня аппетит есть. За то, что у меня... И это все благодать. Я просто принимаю ее. Я благодарю за нее. И я передаю другим. Почему? Потому что если она останется во мне, там что произойдет? Произойдет закваска. И она заквасится. И это уже не будет благодать. И не дай Бог мне отплачивать за благодать чем-то из своих дел или служений или религиозных действий. Аминь. Я принимаю. Я благодарю. Итак, мы сбились. Где мы были? Иисус пришел, да? Иисус пришел. И о нем сказано, что он Пасха ваша, заклан за вас. И также о нем сказано, что вы празднуете соприсноками чистоты и истины. Аминь. И Иисус приходит, Иисус приходит, и он великолепен, и он говорит слово. И это слово, слово любви. И это слово помазано Духом Святым. И люди слышат это слово и понимают, что от них ничего не требует. И от них ничего не ожидает. Просто принимай и живи. Аминь. Принимай и живи. Иисус исцеляет людей. И Евангелие полно исцелениями. И мы верим, что Иисус вчера и сегодня. Какой? И вовеки тот же. И мы верим, что мы будем молиться. И он услышит нас. И исцелит нас. Разве не так? Потому что он не изменяется. В нем нет закваски. Если он говорит аминь. Все обетования во Христе Иисусе. Да и аминь. В нем не да, да и нет, нет. А что? Да и аминь. Во славу Божию. Да и аминь. Мы уверены. Все ожидают от Него обычных действий на кресте Голгофе. Но он говорит, Господи, прости нам, прости им, ибо не ведают, что делают. Потому что он знает, что нам нужно избавление. Аминь. Избавление. Для этого-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить все дела дьявола. 1 Иоанна, 3 глава, 8-9 стих. Он первенец из мертвых. Он явился и показал человека. Потом умирает на кресте. И мы, конечно, об этом будем говорить. Детально будем говорить. Из 21-го псалма будем говорить. Умирает на кресте и платит за наши грехи. И мы с вами говорили в прошлое воскресенье, что с грехом было, что покончено один раз и навсегда. И здесь происходит нечто. Он посылает Духа Святого в наши сердца. Вернее, в сердца апостолов. Рождается Церковь. Рождается особенный организм. Особенное творение. Где нет ни Елина, ни Варвара, ни Скифа, ни Еврея, ни Раба, ни Свободного. Это Церковь Бога Живого. И Господь говорит, что это творение, это мое творение, это моя природа. Это мои мысли, это мой характер. Это люди, в которых есть природа опресноков, без закваски. И мы говорим, есть ли она? И Господь говорит, да, есть. Вы были рождены свыше. Я поместил вас в свою природу. Теперь вы, мои люди. И теперь вы можете праздновать сопресноками чистоты и истины. И мы говорим, правда, Господи? И в нас это, что в нас работает, ты можешь остановить это, чтобы это не возобладало над нами. И Господь говорит, аминь, ты правильно понимаешь. Я в тебе живу, внутри тебя, своей жизнью, и я твой избавитель. Я избавляю тебя от самого себя. Знаете, самое главное, что происходит в нашей жизни? Бог избавляет нас от самих себя. Давайте поаплодируем. Господи, спасибо. Спасибо тебе, Господь Иисус. Я не могу это сделать, но ты избавляешь меня от самого себя. Мне уже тошно бывает от себя. И если бы не ты, то я не мог бы терпеть себя. Но ты избавляешь меня от себя. Я являешь мне, внутри меня, нового человека, который без закваски, который поднимает руки и говорит, благодарю тебя, Господь, за все благодарю тебя. Ты со мной, избавитель мой. Без тебя, Господи, если бы ты не был моим избавителем, без тебя, Господи, я не знаю, как бы я жил, но ты избавитель мой и скала моя. Аминь. Давайте я скажу несколько слов о причастии, хорошо? Это важно. Не хочу быть затягивать, но это важно. Когда происходит причастие, что мы с вами делаем? Здесь у нас хлеб какой пресный и сок виноградный, в котором нет ферментации. Это не вино, где уже начались процессы ферментации, где действует закваска. Это сок виноградной лозы, о чем и говорится в Евангелии от Матфея. Господь говорит, я будете пить от сока виноградной лозы в мое воспоминание. Аминь. И поэтому, когда мы с вами принимаем причастие, мы первое, что едим хлеб какой? А пресночный, без закваски, потому что это Христос, потому что это Его тело. И мы и вкушаем Его, и вспоминаем Его жертву на кресте. На Его тело были возложены грехи, на Его совершенное тело. Внутри Его тела не действовало ничего злое. Аминь. И грехи были возложены на Него. Аминь. В Его мыслях не происходило ничего злое. Он был свободен от закваски. И дальше мы с вами пьем чашу с виноградным соком, в котором тоже нет ферментации. Это чистота Иисуса Христа. Это опресноке чистоты. Господь, нет в Нем ничего, что есть в ветхом Адаме. Аминь. И мы церковь. Кстати, мы с вами, это для каждого верующего в Иисуса Христа. И мы делаем это в нашей церкви каждое первое воскресенье. Я хочу вам сказать это, чтобы вы знали, что хлеб и хлебоприсночный, и вино какое? Без закваски, без алкоголя. Оно чистое. Аминь. Это образ Иисуса Христа. И никогда не будет иначе. Мы с вами причащаемся от одного тела и от одной крови, от одного духа. Мы с вами одно с Иисусом Христом. И Господь избавляет нас от самих себя, от закваски, которая действует внутри нас. И, к сожалению, она останется до нашего восхищения. Он первенец из мертвых. Аминь. А потом наступит время, когда мы с вами будем восхищены. И что произойдет? Аминь, Господи! Наконец-то! Закваска не будет действовать внутри меня. Аминь! Ой, я так жду. Нет, ну да, в свое время. Чем старше я становлюсь, я замечаю над собой. Чем старше я становлюсь, тем становлюсь я более, знаете, таким... Вот таким вот замечающим, более таким слушающим, что ж там обо мне говорят. Не знаю, как у вас, но я замечаю перемены. Меньше улыбаться. Тоже замечаю. Не хочу меньше улыбаться. Хочу много улыбаться. Славить Господа Иисуса Христа. И это возможно лишь когда? Когда я в новом человеке. В нем нет закваски. Он постоянен. Аминь! Он радуется. Он прощает. Потому что у него есть сила простить. Слушайте внимательно. Сразу прощайте. Сразу... Ой, Господи! Сразу прощайте. Не держите. Пусть эта закваска не съедает ваши области жизни. Сразу прощайте. Аминь! Сразу. Я еще сто раз повторю. Не позволяйте этой закваске заполнить всю вашу жизнь. И весь ваш мыслительный аппарат. Если есть ненависть. Приходите к Богу и говорите. Господи! Кто-то положил в мое сердце закваску ненависти. Помоги мне, избавитель мой. И Господь говорит. Я здесь. Я рядом с тобою. Я дам тебе силы. Дам тебе совсем другие мысли. И ты будешь избирать благое. И отпускать людей на свободу. Договорились? Сразу отпускайте. Сразу прощайте. Я знаю, что это нелегко. Знаю, что это нелегко. Иначе закваска будет действовать. И чем дальше, тем больше. Потом крышка поднимется. Аминь. Крышка поднимется. А знаете, что будет, когда прыжка поднимется? Раньше я в себе это все держал. Но когда крышка поднимется, я открою свои уста. И уверяю вас, там не будет Божьих слов. И не будет ободрения. Пусть Господь сразу убирает ее. Сразу убирает. Хорошее слово. Аминь. Господи, славим Тебя. Славим Тебя наш, драгоценный Иисус. Ты пришел на землю. Если бы не Господь был с нами, то живых поглотили бы нас. Но Ты избавил нас, Господи. И душа наша избавилась, как птица из сети ловящего. Благодарим Тебя, Господь Иисус. Благодарим Тебя за чистоту в Тебе. За чистоту мыслей, Господи. За чистоту решений. За чистоту рассуждений, Господь. Это все мы получили от Тебя. Дар благодати. Мы получили слово от Тебя, Господи. Слово Божье. Которое навеки утверждено на небесах. И там нет закваски, Господи Иисус. Благодарны Тебе, Господи. И пусть это слово вселяется в нас обильно, со всякой премудростью и разумением. Мы просим Тебя, Господь Иисус, даруй нам сердце благодарное. Ничего мы не можем воздать за все благодеяния Твои к нам. Чашу спасения мы приняли. И имя Господне призываем. Мы просим Тебя, даруй нам благодарное сердце, Господь Иисус. Пускай эта закваска эгоизма уйдет от нас. Избавь нас, Господи, избавь. Спасибо Тебе за все. Даруй нам, Господь, радость в наши сердца. Даруй нам, Господи, даруй нам избавление во имя Иисуса Христа. Когда сегодня будем взывать к Тебе, Господь, услышь нас, Божьей праведности нашей. Благодарим Тебя за то, что для нас накрыт совсем другой стол, где сидит сам Господь Бог. И Он говорит, «Питайтесь от моего стола. Это опресноке чистоты и истины. Вкушайте от Духа моего, от слова моего. Я с Вами. Я силен. Избавитель Ваш». Спасибо Тебе, Господь Иисус. Услышь нас сегодня, Господи, когда будем взывать к Тебе. Спасибо Тебе за все. Мы славим Тебя, любим Тебя и молимся. Благослови. Так же хотим, Господь Иисус, дать возможность всякому, который еще не принял Тебя, как своего Спасителя, сделать это сейчас, в этот же момент. Потому что сейчас День Спасения. Сейчас время благоприятное. Обратитесь к Иисусу в Вашем сердце. Обратитесь к Богу, потому что Христос есть истинный Бог и жизнь вечная. Воззовите к Нему, и Он услышит Вас, спасет Вас, избавит Вас. Будет с Вами навсегда. Скажите в Своем сердце, Господь Иисус Христос, я верю в Тебя, Господи Иисус, спаси меня. Хочу быть вместе с Тобою в Твоем Царстве. Слава Тебе! Слава Тебе! И во имя Твое, мой Бог и Спаситель, Иисус Христос, я молюсь и прошу. Аминь.